Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. В Самаре на пляже под полевым спуском стартовали два всероссийских турнира – Кубок страны и Первенство России по пляжному теннису. Победители призера соревнований определятся в воскресенье 2 июля. В новом футбольном сезоне закрыли советов будет играть полузащитник Денис Ткачук. Контракт рассчитан на два года. Уже в понедельник футболист присоединится к команде, которая продолжит в Самаре подготовку к первенству Футбольной национальной лиги. Его нацеленность на атаку, образцовая самоотдача и опыт снова помогут нашей команде решить задачу на сезон, отметил заместитель генерального директора крыльев советов Зураб Циклаури. Ткачук выступал за Самарский клуб два года назад. В 29 матчах первенства ФНЛ забил 11 мячей. В Самаре перенесли сроки строительства нового ледового дворца на Молдогвардейской. Региональное управление капитального строительства должно было определить подрядчика по демонтажу еще в июне. Теперь аукцион перенесли на 10 июля. Соответственно, и снос стадиона планируют закончить 30 сентября. Стоимость контракта почти 76 миллионов рублей. За эти деньги разберут здание и фонтан возле него снесут пять гаражей, демонтируют теплосети, электросвещение и канализацию. В 2018 году на месте старого ледового дворца должен появиться новый с тремя ледовыми площадками. Основная арена тренировочная и для керлинга. Будет работать хореографические и универсальные залы. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!